Мир вам, братья и сестры. Христос воскрес! Я буду читать место Священного Писания, которое записано во 2 главе Евангелия от Луки, с 41 текста и ниже. Евангелие от Луки, 2 глава, с 41 текста и ниже. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и Матерь Его. Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашли его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидевши его, удивились. И Матерь Его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Братья и сестры, во все века, от Адама и до наших дней, вот проблема родителей, детей, она всегда актуальна. Вот как в то время было, так и в наше время. Одни и те же проблемы. Меняются года, меняется обстановка, меняются люди, а проблемы те же остаются. И вот у меня сегодня на сердце поговорить, поскольку сегодня такой праздник, День Матери, поговорить об этой проблеме. Братья и сестры, вы обратили внимание или нет? Но я вот в своей жизни обратил внимание. что Слово Божие, ну, это не просто как история, это не просто как, ну, какие-то, вот, свод каких-то правил. Вы знаете, оно живое и действенно, Слово Божие так говорит, оно живо и действенно. И вот, когда мы, бывает, вот слышим, читаем, оно работает в нашем, в нашей жизни. Вот я второй раз читаю вот это место, Священное Писание на собрании. Первый раз я когда прочитал это место, ну, поделился. Прихожу домой, приезжаю домой, сослужение, а жена у меня в слезах. А у меня был, моменты были такие, где я мог месяц не быть дома. Там это еще, в той стране, откуда мы приехали. Вот. И в ту церковь надо посетить, и туда, в ту церковь посетить, и там надо побеседовать, и так далее. Вот приезжает домой, жена в слезах. В чем дело? Сыновья не желают ходить на собрания. Братья и сестры. А я вот как раз проповедовал именно на эту тему. То есть, вот то, что мы слушаем, и сегодня, что мы слушаем, это не случайно. Господь положил на сердце и первому брату, и второму брату говорить об этом. Ну, это не случайно. То есть, Господь что-то хочет нам через это сказать. И мы должны внимательно принимать это. И принимать так, чтобы в практической жизни направить свои жизненные пути, направить свой разум, свои поступки к тому, чтобы исполнить волю Божью, чтобы нам не жалеть, чтобы радоваться вместе с другими детьми Божьими. Вот мы увидим это благочестивое семейство. Я думаю, никто, ни один из нас не сможет усомниться в том, что Иосиф и Мария это были, была примерная семья. Согласитесь, да? Это благочестивая семья была во всех отношениях. И, казалось бы, что можно почерпнуть такого отрицательно в этой ситуации. Однако, вот, Слово Божие, вы знаете, так открыто и доступно свидетельствует о том, что наравне с положительными моментами есть нечто такое, что и нас должно останавливать или о чем мы должны задуматься. Ну, вот, что положительное мы видим, что ежегодно всей семьей они ходили на поклонение в Иерусалим, на праздник. оставляли все, и работу, и бизнес, все оставляли. Шли в Иерусалим на несколько дней, несколько дней был праздник, и они были всей семьей. Это очень положительно. Особенно положительно тогда, чтобы нам не пропустить, не пропустить моменты некоторые, возрастные. Вот, Иисусу Христу было тогда 12 лет. Это такой переломный момент. Тут надо очень внимательными быть. Есть в жизни детей такие вот моменты. Вот у меня 8 детей, 22-й внук родился сейчас вот буквально на этой неделе у дочки. Я приехал как раз сюда, вот, чтобы немножко и помочь ей и так далее. То есть, вот, кстати, у меня тоже родители живые еще, вот, и папе моему 88 лет, маме 84 года. В прошлый, вот в понедельник я, у нас были похороны, тестья похоронил. Ему тоже было 87 лет. Ну, вот так у меня такая вот семейство. Ну, слава Господу, все детки у меня члены церкви. Вот. Но за это нужно для того, чтобы детки шли к Господу, для того, чтобы не потерять, какую-то работу нужно проводить. И все вовремя. И, к сожалению, не всегда и у меня вовремя все получается. И вот, читая это повествование, мы видим, что пришли всей семьей на поклонение. Какой прекрасный пример для детей. Очень прекрасный пример. Но закончился праздник и стали все возвращаться. Это сейчас мы на машинах ездим, а в то время они шли пешком. Шли пешком, днями шли пешком. Потому что единственное место для поклонения это был храм. Вот туда они шли на поклонение. Возвращаясь, обратили внимание, уже когда нужно было ложиться на покой, отдыхать, они обратили внимание, что сына нету. Чем же они занимались? Ну вот нужно представить, они тем же братья и сестры занимались, чем и мы занимаемся, когда идем в молитвенный дом. Надо кого-то увидеть. Кто-то может быть вопросы бизнеса, может кто-то тут как-то решать. Особенно здесь в Америке русскоязычных мало, да? Поэтому все тут надо успеть. Какие-то новости, да? Что-то еще надо делать. Ну и точно так же было у родителей Иисуса, они увлеклись близкими, родными, попутчиками до тех пор, пока нужно было ложиться на ночлег, отдыхать. И вдруг обнаруживается Иисуса нету. Потеряли Иисуса. Ну в данном случае все положительно решилось. Почему? Потому что Иисуса невозможно потерять, братья и сестры. а у нас в нашем случае это бывает. Мы можем увлечься. Даже увлечься, вы знаете, даже служением мы можем так увлечься, что о своих детях не позаботимся. Своим детям не хватит силы, времени, внимания не хватит. И поэтому мы можем как раз потерять там, где должны найтись, где как раз никто не должен терять. Вот в храме они потеряли Иисуса. Вот точно так же, как и в моей ситуации, когда я привел пример, в служении так можно увлечься, это так захватывает, что ни жену не увидишь, ни детей не видишь, и результат, результат, нужно вот один момент, один день, а три дня потом пришлось искать. Всего пять дней было потеряно. Один день шли в одну сторону, один день, естественно, в другую сторону, назад ворачивались, и три дня искали. Вот. И до тех пор, братья и сестры, пока мы не вернемся на исходную позицию, мы не сможем найти сына, дочь потерянных, мы не сможем, мы должны вернуться, как апостол Иоанн говорит Духом Святым, Господь продиктовал ему слова такие, вспомни, откуда ты не спал, вот откуда началась эта потеря, вот отсюда нужно и вернуться, то есть признать свое поражение, признать свои ошибки, иначе мы не сможем найти детей, пока мы не поговорим с сердцем сына, с сердцем дочери, мы никогда не вернем, мы никогда не найдем их. Мне очень красиво сказано, когда пророчество было об Иоанне Крестителе, вот там была такая фраза, обратите внимание, там сказано, он возвратит сердца отцов к детям, не детей к отцам, а сердца отцов к детям, вот когда мы читаем об Моисеи, когда родился Моисей, там тоже очень красиво сказано, и увидели родители, что дитя прекрасно, 11 глава евреям, увидели родители, что дитя прекрасно, а ведь братья и сестры рождалось много сыновей в израильском народе, и благополучно этих сыновей в течение 80 лет это продолжалось, убивали, бросали крокодилом, бросали в Нил, убивали, истребляли, и почему-то ведь для каждого матери, для каждого отца ребенок дорог, ребенок самый красивый, правильно? А тут вот такое, только почему-то об одном семействе сказано, что дитя прекрасное, и вот они стали молиться, они стали прилагать какие-то старания, и Господь спас Моисея, да? И причем этот человек стал великим человеком, почему? Потому что он вымоленный, не просто извлеченный из Нила, а вымоленный у Господа, это очень важно, вот в данной ситуации вернемся, смотрим, значит, родители стали искать, и искать, вот когда мы теряем, что сына или дочь, где мы ищем, виноваты все, от пресвитера до тех, кто занимался там с молодежью, или там с детской группой, ну все виноваты, понимаете, только я один прав, вот не усмотрели, не доглядели, потерялся, потерялся, и вот точно так же этим же путем шли родители Иисуса Христа, они обошли всех родственников и знакомых и не нашли там, нужно вернуться назад в Иерусалим, нужно вернуться к тем ошибкам, которые мы сделали, осознать их, раскаяться в них, и тогда Господь начинает действовать, тогда только мы можем вернуть. бывают потери наши, я говорю, легко можем мы что-то упустить, какой-то пример неправильный в жизни, какой-то поступок или увлечение какое-то чем-то, и потом очень долго приходится искать. Есть еще один момент в жизни между нами и между детьми, когда дети нас могут не понимать. Вот мы видим тут такой момент, что но они не поняли сказанных им слов. Но это о Христе сказано. Господь говорит, ну зачем вам было искать? Зачем вам было искать? Разве вы не знаете, где я должен быть? Вот это же мой дом, я там должен быть. Я говорю, это в отношении к Иисусу Христу. А вот у нас бывает тоже, знаете, отрыв. Мы не знаем, чем занимаются наши дети. Вот особенно здесь, братья и сестры, это очень актуальная проблема, потому что наши дети лучше нас знают язык английский, наши дети оторваны, когда учатся в общеобразовательной школе. И таким образом мы оторваны, по определению оторваны. Поэтому нам вдвойне и втройне нужно обращаться к Господу, кричать в молитве, вопиять к Господу, чтобы сердцем быть соединенными с детьми. Вот это очень важно. Вот и в отношении Иисуса Христа с родителями произошел отрыв, но он положительный отрыв был. Родители не могли понять Иисуса Христа. Почему? Потому что это был Бог, пришедший во плоти. И не все было понятно родителям то, что говорит Иисус Христос. Однажды, когда окружающие говорили об Иисусе Христе, Иосифу и Марии, то написано, Мария это все сохраняла в сердце. Почему? Потому что не способен человек воспринять Божью премудрость, Божье откровение, и поэтому она сохраняла. И в этом случае она ничего не поняла. Ничего не поняла. Может, потом она это поняла. Думаю, действительно она поняла. Но в тот момент, братья и сестры, мы должны понимать наших детей. Однажды вот был я в отъезде и вот уже будучи в отъезде ворачиваюсь домой и почему-то мне очень сильно на сердце пришла дочка. Думаю, вот почему-то мысли я вот и молюсь, и вот мысли и вот приехал домой и говорю, доченька, как у тебя дела? Папа, все нормально. Я говорю, доченька, не все нормально. Почему? Потому что вот тревога на сердце. Ну и так заглянул ей в глаза и она заплакала. И мы уединились, помолились, пообщались с ней. Вы знаете, это был критический момент в ее жизнь. Очень много вопросов. Братья и сестры, вот у нас бывают дети, мы думаем, они ничего не соображают. А я же помню, вот свое возраст, вот пять лет, шесть лет, семь лет, у меня были такие вопросы о Боге, на которые, может быть, никто не мог даже из людей ответить, но они были. У наших детей есть эти вопросы. Вы знаете, недавно мне звонят из Казахстана и говорит, ребенок десяти лет повешался. Представьте себе, сын служителя, тяжело. Вы представьте себе, как это тяжело родителям. Никакого утешения нет. Почему так произошло? Заглядывать в глаза детям нужно брать, сестры. У них такие проблемы могут быть. И если мы не увидим это, если наше сердце будет, знаете, не полюбим мы детей, если наше сердце не соединено быть с детьми, мы можем потерять. И потерять надолго, если даже не навсегда. Поэтому вот это очень важный момент. Еще вот по теме нашего дня сегодня, материнского дня, хотел бы обратить еще на одну деталь внимание. Вот когда нашли, Мария и Иосиф нашли Иисуса, то вот посмотрите, Мария обращается, то есть мать обращается к сыну и говорит, чада, что же ты сделал с нами? Вот говорит, отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Посмотрите, какая великая скорбь у детей, у родителей за детей. Братья и сестры, есть ли это скорбь у нас за наших детей? Есть ли это скорбь у нас за наших детей? Это один момент. А второй момент, посмотрите, отношение отношения жены к мужу. А в этом зерно воспитания семьи говорит, отец твой и я. А ведь отец, он был неприродным отцом. Он не был природным отцом Иисуса Христа. Но посмотрите, как он с какой скорбью. И это с одной стороны, а с другой стороны, мама как говорит, вот отец твой, она ставит вперед отца. Вот это зерно воспитания должно заложено быть в сердцах жен, матерей. Если мы желаем, чтобы наши дети были счастливы, если мы желаем, чтобы между вот дети, когда вырастут, семьи будут образованы, чтобы правильные были взаимоотношения в семье, вот отец твой и я. Вот это очень важно. И тогда наши дети учатся. Наши дети учатся, вы знаете, не на, не от слов наших, наши дети учатся от дел наших, от наших поступков. А мы, естественно, теория, вот слово Божие это всего лишь теория. Если она принимается верою в сердце наше, тогда практика происходит. В практической жизни вот это слово начинает действовать. И нам правильно нужно положить зерно. И не только один раз. Это же постоянно должно быть. Это постоянно должно быть такой посев постоянный. Это нетрудно. Просто приучить себя или положить в сердце свое, именно поступать так, как слово Божие говорит. Один раз мы можем напречься и поступить так. Второй раз, а десять раз мы можем поступить неправильно. Почему? Потому что это в сердце наше, не живет в сердце нашем. Вот это должно быть в сердце жить нашим. То есть вот это слово Божие, о котором первый брат проповедовал, мы должны в сердце своем сокрыл я слово твое, заповеди твои. Потому что в этом жизнь, потому что по-другому не будет счастья, не будет вот этого, знаете, гармонии вот этой не будет. И когда вот эта гармония, оно само собой все получается. Все собой так живут, ну как будто так и должны жить. Вот иначе не будет вот в этом счастье, в этом благословение и в этом успех. И там, где этого нету, братья и сестры, обязательно будут потери. Обязательно будут потери. И для того, чтобы эти потери найти, необходимо вернуться назад. Опять в Иерусалим, опять к алтарю, опять к храму вернуться, опять к слову, опять к тем источникам, которые раскрывают нам путь жизни. И опять будут у нас в жизни, если мы нашли это, благословения польются. Мы будем сейчас молиться, преклоним наши колени, братья и сестры, помолимся нашему Господу и зальем нашу скорбь о наших детях, и зальем скорбь о наших внуков, у кого дети выросли, и направим наши сердца к тому, чтобы своими молитвами, своей жизнью, своим стремлением держать наших детей, у сердца держать наших детей, в молитвах перед Господом держать наших детей, ведь то, что происходит в духовном мире, оно потом отражается и в видимом мире. Поэтому вот с Господом свяжем судьбу детей наших, и мы увидим, какие великие благословения будут в семьях наших детей и в наших семьях. Аминь. Помолимся. Редактор субтитров 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 субтитров